Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире Армянская церковь Святого Аст-21 в Айн-Тапе сначала превратилась в тюрьму, а затем в мечеть. Зальцбургский университет выделил гранты за изучение культурно-духовного наследия Арцаха. У народа Арцаха есть права, и ООН должна заняться этими вопросами житель Шуши. Турция должна быть осуждена за геноцид езидов, языцкий комитет несправедливости. Насколько хорошо мы знаем, Кристиан Хамшена, Махир Роскан. Давайте познакомимся с населенными пуктами Западной Армении с селой Гарнен. Крепость Теребуни – один из брендов Армении. Армяно-французская экспедиция проведела итоги раскопов крепости. Церковь Святого Аст-21 Айн-Тапа, построенная по проекту великого армянского архитектора Сарки Сабаляна, была одним из самых больших церковей Западной Армении. Церковь, построенная в 1822 году, обслуживала многочисленное армянское население Айн-Тапа до 1915 года. После геноцида армян и основания Турецкой Республики церковь перешла под контроль Министерства Юстиции страны. С 1930 и 1980 года в течение почти 15 лет церковь использовалась в качестве тюрьмы. В 1980-х годах Святая Благородица была превращена в мечеть. Церкови были давно названы мечетью Куртулуш. Внутри было отдельное место для молитвы. Эта церковь имеет большое значение для Западной Армении. Она является частью армянской идентичности. На нашей оккупированной родине. По инициативе заведующей кафедры арминоведения Центра изучения Христианского Востока Зарцбургского университета в Австрии армянского ученого Жасмин Думрагут были учреждены стипендии для исследователей, изучающих духовное и культурное наследие Арцаха. Целью новой стипендиальной программы, стартующей весной 2022 года, является стимулирование молодых исследователей к изучению тем союзным историей культуры и искусства Арцаха с особым акцентом на вопросах, касающих материального и нематериального культурного наследия. Максимальная сумма стипендий составляет 3000 евро. Прием заявок на гранты армянских исследований, сосредоточенных на культурных и духовных наследиях Арцаха, начался 1 июля. Крайный срок – 1 декабря 2022 года. Вынужденные переселенцы из Арцаха проводят акцию протеста у офиса ООН. Ашот Арутюнян, директор Музея истории города Шиши, сказал журналистам. «Наше главное требование – получить статус беженца. Президент Азербайджана объявил, что все, кто жили в Шиши до 1988 года являются беженцами, будут иметь право вернуться в Шиши. Теперь возникает вопрос, если мы не получили этот статус, то очень вероятно, что мы не можем вернуться. Эта международная организация не должна проявлять двойной стандарты. Когда в этом и другом месте возникают конфликты, они сразу вмешиваются. Но в данном случае они говорят, что вы – непризнанная страна. Независимо от того, признана она или нет, у народа Арцаха есть права. ООН должна заниматься этими вопросами», – сказал он. Западная армия неоднократно отметила, что шишинский народ должен вернуться на свои исконные территории. И согласно международному праву, Шиши должен выйти из-под азербайджанской оккупации. Комитет правосудия езидов, изучив роль государства геноцида езидов, завершил работу над своим докладом, которое заняло 3,5 года. Комитет, состоявший из ведущих юристов пять международных правозащитных организаций, а также известной правозащитной Хеллены Кеннеди, принявший участие в подготовке доклада, призвал привлечь Турцию к Международному суду за сотрудничество с геноцидом, организованным против езидского народа. В докладе говорится, что турецкое государство позволило наемникам пересечь границу, позволило езидских женщин и детей продавать их за деньги, проводило антикурдитское учение с наемниками и тем самым помогало организаторам геноцида. В то же время писатель Алиф Шафак вспоминает состояние матери и ребенка езида, удерживаемых заложенных в столице Турции Анкаре, которые были освобождены в обмен на выкуп, сказал, «Преследование езидов – это большой позор. Геноцид не закончится, и более 3000 езидских женщин и девочек до сих пор считаются пропавших без вести. Западная Армения осуждает любые акты геноцида, поскольку за год до геноцида армян армяны были подвергнуты геноциду на своих родных территориях и до сих пор несут катастрофические последствия». Писатель-публичист-философ Махи Роскан является автором многочисленных книг и статей, в том числе статей, связанной с историей омшенцев армян и их диалекта. Ниже мы приводим отрывок из статьи Оскана, недавно опубликованной на турецкоязычном сайте, посвященном христианству омшенцам. До поселения в регионы Османские империи амшенцы были христианской общиной. Это подтверждает и один из известных авторов. Турецкие историографии, фартехин корзуглу и османские документы. Полную статью Омахи Роскана читайте на нашем официальном сайте. Село Гарнен находится в Мушинском районе Багехшкова в Илаэта Западной Армении, недалеко от города Муш. В селе была церковь Святого Окопа. При церкви также была школа. Гарнен был из один из самых больших сел в армянских населенной Мушинской области. В 1914 году в селе было 113 домов. Основным занятием жителей было животноводство и сельское хозяйство. 11 июля 1915 года турки напали на деревню, шли тяжелые и упорные бои. Армяне умирали, за исключение несколько детей, которые в сопровождении русских войск перешли в Восточную Армению. Турки превращались в село в руины. Взятие Муши русской армии в 1916 году позволило армянам Тарона вернуться, среди которых были и соотечественники из Сасуна, пережившие геноцид. Однако в 1918 году новое нападение османской армии вынадило армян провинции Муш покинуть святой Тарон. Крепости Рибуни были подведены итоги последнего первого года раскопок, проводимых в 2008 году на территории крепости. Экспозицию принимал посоль Франции в Армении Ан-Луё. Программа исследования осуществляла в рамках сотрудничества между армянами и французскими археологами. В основном сотрудничество на монументальном центре крепости урадских храмов Ан-Луё отметила, что руководитель французской археологической экспедиции Стефан Деша вместе с армянскими французскими коллегами и также сотрудниками уже много лет работают на этой древности при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Франции. И муниципалитета Еревана французский профессор Стефан Деша представил, что здесь и с такой стороны есть шанс установить научное сотрудничество с армянскими коллегами-археологами и провести научные обмены, а с другой стороны изучить всю историю крепости Еревуни. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok